Добрый день, шановные телеглядачи, в эфире телеканала Мистов, программа про все. И сегодня дорогие есть у моей студии мультиинструменталист, музыкант Андрей Буторин. Витаю! Всем добрый день. Давно не бачилось? Да, это точно. Очень, когда-то очень давно я снимала фильм. Это было безумно интересно, потому что мы были у вас в студии дома, вы показывали музыкальные инструменты, которые вы привозили со всего мира. Сегодня встреча в студии, и по сути она началась с того, что я встретила вас на улице, на белой беседке. Вы играли для людей, вы радовали людей. Уличная музыка, что это? Это ведь целая субкультура в Европе, в мире. Ну, если разобраться, это действительно целая культура уличной музыки. Уличная музыка, почему она довольно популярна в Европе? Между прочим, она становится популярной и у нас. Она, наверное, так бы сказать, сразу же идет, эта музыка сразу же идет на контакт с публикой. Если публике интересно, она останавливается, слушает. Если неинтересно, она проходит. То есть таким образом идет отсеивание уличных музыкантов, грубо говоря. Ну и шлифовка репертуара. Шлифовка репертуара, да, повышение мастер-класса, да, мастер-класса. Личной харизмы, удержать людей, зацепить, удержать. Ну, в этом, наверное, заключается профессионализм музыканта. По большому счету, там, музыкант, профессионал, он может работать на любую публику. В этом и заключается профессионализм. Ну, как, например, режиссер на телевидении, да. Есть какая-то специализация, но по большому счету, люди разбираются во многих аспектах. Так же и музыка. Хотя есть, например, там, классические музыканты, джазовые, все. Но сейчас в современном мире, вот я так сравниваю и думаю, если бы Бах или Бетховен жили в современном мире, они были однозначно джазменами. Почему? Потому что джаз — это такая универсальная музыка. Импровист. Импровиста, живой, да. И они импровизировали только на своем уровне. У них не было таких музыкальных инструментов. У них были там роганы, клавесины, там, может, какие-то другие. Вот, а благодаря тем, что появилась электроника и все это в современном мире, у нас есть много вариантов. Вот даже один из вариантов, когда-то, я не помню, Google какую-то прислал ссылочку, попробуйте, и ты заходишь на сайт, где размещено много музыкальных инструментов, целая комната, огромная. Ты выбираешь этот музыкальный инструмент, нажимаешь, выбираешь там нотку, потом на следующем, и создаешь таким образом целую симфонию. Ну, создаешь, когда у вас есть музыкальное образование, когда у вас есть уровень мастерства. Я думаю, если бы я зашла и нажала эту нотку... Любой человек может, любой, попробовал, нажал, понравилось. Ну, попробовать-то можно, только что из этого выйдет? Ну, это другой вопрос. Это целая культура, потому что она действительно выражает потребности публики. Потребности публики. И довольно часто подходят и говорят, а есть интернет, есть телевидение, а такого мы не слышали. А это нам интересно. Например, подходит парень, благодарит и говорит, вообще-то я рэпер, я слушаю рэперскую музыку, а тут я услышал джаз, и мне очень понравилось. И цепануло. Цепануло, мне очень понравилось. Поэтому, ну, я так думаю, это очень хорошее направление. Просто мало кто этим пользуется, кто в этом жанре работает. Многие музыканты, они занимаются или концертной деятельностью, а некоторые же там всю жизнь работают на улицах. Они достигают такого уровня, такого, что просто. Я могу долго рассказывать. Ну, для улицы надо, наверное, все-таки смирить гордыню. И вот в тот момент, когда человек проходит мимо, его не зацепило. Ну, я думаю, что это достаточно больно для музыканта. Конечно, конечно. Поэтому и получается, если музыкант вышел работать на улицу, и у него не получилось... Это удар по самолюбию очень большой. Да. Но тут же вопрос, можно с двух точек зрения посмотреть. Да. Удар по самолюбию, я такой крутой, меня не оценили, да. И второй вариант. А что я делаю не так? Ну, была же ситуация, вот в интернете тоже читала, что мировая знаменитость скрипач со скрипкой Страдивари вышел в Нью-Йорке в метро, и люди прошли мимо. Вот. Так это же неоднократный случай. У меня ребята рассказывали, когда в Данию... Когда у него ломятся залы, у него огромные гонорары, у него огромная востребованность, как у профессионального музыканта, а в метро люди прошли мимо. Да. А потому что не зацепило. Не зацепило. У меня друг играл на улице в Германии, вот. И плохо платили. Я говорю, Юра, я посмотрю, в чем... Ну, не всегда там хорошим музыкантом я старался подсказать, да, насколько я могу. Ну, Юра, ну дай посмотрю, в чем проблема. Я сразу же увидел и понял. Говорю, Юра, сдвинься метр влево. И все. А в чем фишка? Фишка в том, что звук там, где он сидел, он, как бы сказать, он растворялся. Он гасился. Он гасился. Не долетал до того. Да, он не долетал туда, куда нужно. То есть все так же, как нужно. Там имидж можно сказать. Потому что на улице у музыканта тоже свой имидж. Можно иметь бомжеватый имидж, да. Можно иметь профессиональный имидж, да. Когда в Германии, например, выходишь и с профессиональным имиджем тебе не платят, потому что думают, как с какого-то оркестра пришел, то ему так. Ну, развлекается, сидя чувак. Развлекается. Кто-то подходит и говорят, где ты работаешь, в каком оркестре? Я говорю, я без работы. Они не верят. Вы интеллигентно выглядите. Потому что это действительно так. Поэтому имидж разный и все зависит, конечно, от... А дело в том, что на улице же тоже публика очень разная ходит. Вот. Если взять ту же белую беседку, то на белой беседке одна публика. Между прочим, я скажу, что туда практически алкоголики не доходят. Там не бывает бомжей, ну это такое дело, но практически их не бывает. Им там неинтересно. Ну, романтическое место. Больше пары влюбленные приходят, гуляют, гости часто бывают, туристы часто бывают. Да, то есть о чем я могу сказать? Что именно для белой беседки, возможно, вот эта музыка как раз то, что нужно. Но для рынка она не годится, потому что там другой контингент. Там другие музыканты, например, работают. Ну, я на рынке музыку вообще как-то не сильно себе представляю. Ну, там с гармошкой может ходить и все. Ну, это тоже определенно... Меня скорее драконит, а гармошка сбивает с маршрута. Не, ну это так и есть, да. Но дело в том, что раз они там есть, значит, это кому-то нужно. Вот же в чем вопрос. Значит, где-то как-то с ними рассчитываются, платят, да. То есть я что хочу сказать, что для любой музыки есть своя аудитория. Вот. И самое главное ее найти. А как ее найти, это уже вопрос музыканта, да. Потому что можно всю жизнь работать на улице, а можно работать и, например, там, в концертной площадке, да. Как, например, джазовые музыканты. Они выступают, я не буду говорить, кто он, просто ребята выступают, шикарный коллектив джазовый, просто шикарный. Они выступают по клубам. А я им говорю, ребята, вам нужно сменить имидж, вам нужно сменить свою подачу. В принципе, исполнять, делать то же, что вы делаете. Тогда вы вырветесь из клуба, вас будут приглашать в серьезное заведение. А так вы клубные музыканты. Вот и все. Ну, каждый находится в ее нишу. Да, да. Но они, так сказать, нашли. Если им комфортно, то почему нет? Ну, я бы не сказал бы, что им это очень комфортно. Просто нужно сделать немножечко какой-то шаг, подумать, что нужно сделать для того, чтобы выйти на другой уровень. Есть мелодия, которую обожаете вот сам для себя? Вот то, что... Сыграйте. Ну, я скажу, что у меня очень много таких мелодий, которые... Я понимаю, что вы не играете то, что вам не нравится. Да, да. И оно совпадает. То есть я тестирую, можно сказать. Сейчас я уже не тестирую, я знаю, что, например, это будет нравиться. И вот когда на улице играешь, ты смотришь реакцию. И потом, вот это вещи лучше, вот это немножко хуже. Тут трудно сказать, да. Вот поэтому, как таковой, любимой, я даже не могу сказать. Ну... Ну, та, которая близка сегодня, сейчас. Хорошо. Я сейчас исполню одну мелодию, а потом скажу, что это такое. Да? Да. Я думаю, вы ее, возможно, даже не слышали. Без музыки себя не представляю. Музыка — это всегда счастье, музыка — это всегда настроение. И музыка — это то, что не требует перевода. Ну, когда спрашивают, какую музыку ты играешь или исполняешь. Сложно сказать, потому что направлений очень много. Но я подразделяю музыку всего на два типа. Хорошая и не очень. Тут, которая трогает, и которая нет. Вот и все. И когда... Вот вернемся к нашему рэперу-парню, да. Ему нравится рэп. Но ему понравилось, он подошел даже, поблагодарил. То есть его где-то заделал. Это душа открытая. Да. Он открыт меру. Открыт. Он, да, он открыт. Он открыт меру. А многие закрыты, но они стараются как-то прикоснуться. Смотрят, как другие рэп. А, вот еще вспомнил интересный момент. Подходит женщина недавно, говорит, вы знаете, я ваша поклонница. Я приезжаю довольно часто, я живу в Золотоножье. Я говорю, сколько это километров? 200 километров. Ну, да. И говорит, каждый год, пару раз в год специально приезжаю послушать вас. Застойно уважение. Оставила свой телефон и все. Я говорю, я когда иду на белую беседку, я просто хочу, чтобы, ну, застать вам все. Вот. Это, конечно, добавляет, кажется, и сил, да, и понимание, что ты делаешь, в принципе, то, что нравятся людям. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Потому что музыка, то я исполняю разную, и сложную, и простую. А воспринимают все равно хорошо, даже сложную музыку, джаз даже крутой. Играю с импровизацией. А что интересно, когда играешь импровизацию, оно, наверное, цепляет, потому что люди мало это слышат. Сейчас вообще это дефицит, очень большой дефицит. Хотя по интернету же можно все посмотреть. Хочется живого концерта, хочется живого звучания. Может быть. Оно стравит фонограммами. Так особенно молодежи, они сразу же бегут деньги бросать. Когда слышат профессиональный какой-то момент. Вот, наверное, это, наверное, людям это нужно, действительно. Соскучились? Соскучились, да. Ну, видите, наши медиа, к сожалению, очень мало пропускают такой музыки в эфир. Ну, как же, неформат. С проектами работать проще. Ну, неформат, ну что такое неформат. Ну, Европа и МИР все-таки не относятся к неформату. Они в разную музыку поддерживают. Я должен сказать, что меня очень часто показывали по местному телевидению. Мало того... В Европе. В Европе, да. Вот где я приезжал, в каком-то городе, там, если была какая-то программа о телевидении, они снимали там улицу, они довольно часто улицу снимают, то меня довольно часто показывали. Знакомые говорили, о, видели там, 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 то там. А один, одна была программа еще по русскому телевидению, там у них снимался какой-то сюжет именно о Дании, вот. То там меня показали вообще, наверное, минуты три. И виды Дании показали. Вот, я играю, и конкретно фоновая музыка, и то, что я исполняю, так фрагментально тоже меня показали в течение трех минут. То есть, получается, что меня связали как бы с колоритом Дании. Вписался, да? В каких странах вообще выступали? Ну, во многих... В чем отличие? Вот есть ментальные отличия? Ну, та же Дания, та же Германия ближе. Сейчас по поводу... Испания совсем... По поводу... Совсем другие. По поводу отличий... Темперамент совсем другой. Да, по поводу отличий я скажу. Ну, во-первых, надо не забывать, что в Европе очень много туристов. Ну, да. Везде туристов, да. И там туристов больше, чем обычно... Ну, в таких же городах, да, туристических. Их больше, чем местных жителей. Ну, вы тусили тоже, ну, в общем, те кварталы, где туристы, как я понимаю? Не всегда. Не всегда. Да, потому что туристы тоже разные. И зависит от сезона, как я обратил внимание. Русские ездят в определенное там время, а другие в другое. А, кстати, русские, русские, украинцы подходили? Да, довольно часто. В последнее время покупали диски. Что удивительно. Я больше половины дисков продавал именно для украинцев и русских. Там, именно там. Вот. И когда они покупали, я так понимаю, что потом уже, когда домой приходили, они видели, кто. А так они... Просто понравилась музыка. Понравилась музыка, да. И хотели купить, и все. По поводу городов во многих странах был. И в Германии. Германия отличается тем, что там больших городов много. Они каждый, как бы, у каждого города свой колорит и свои законы. В Германии во многих местах. В Дании, в Швеции, немножко в Финляндии, в Польше. Говорят, что юмором на нас похожи. Подтверждаете? Юмором? Нет. Датчане. Датчане? Датчане, да. Я когда приехал первый раз в Данию, даже с автобуса, посмотрел на публику, я сразу понял, это моя страна. Я там 20 лет пробыл, можно сказать так. Ну, наездами, но очень долго. И очень много знакомых. Поэтому они очень юморные. Настолько юморные, что у них все... У них, если они разговаривают друг с другом, у них с трех предложений одно юморное. Позитивные люди. Настолько позитивные, да. Испания, Италия, вот. В Австрии. Ну, это уже темпераментные. Да. Вот. То, что я хочу сказать. Есть универс... Как сказать? Музыка, она универсальная. И она даже не зависит от, можно сказать, от туриста. Вот ему понравилось и все. То есть, ну, как бы сказать. Ну, нельзя сказать, что вот в этом месте так, а в этом месте так. То есть, есть какие-то универсальные моменты. Вот мы, например, смотрим, да, на человека. И сразу увидим, что он собой представляет. Или он там рэпер, да. Или он там, там, сейчас современные эти выколки, да, или там современные сережки. Мы смотрим, что у человека есть какая-то наклонность чему-то, да. Ну, субкультура. Представитель субкультуры. Да, представитель субкультур, да, или панк, которых много там, да. Или человек интеллигентный, да, интеллигентный. Значит, он там представляет там или классическую музыку, или там современный джаз. Вот. То есть мы на внешний вид смотрим. Надо быть еще и психологом, будучи уличным музыкантом, и хорошим психологом. Хорошим психологом. А у меня как вот, у меня знакомые в Дании ребята-музыканты, супер-музыканты, высокого уровня. И вот когда-то я... Саня, смотри, я клип сделал. Они не смотрят долго, это еще тогда. Сейчас в интернете человек зашел, три секунды, да, ему уже понятно. Ну да, дальше или выключить. Да, дальше или выключить. А тогда они даже так видео смотрели. И он сразу же посмотрел. О, класс, мне нравится. А там и в парике, и так все. А потом я ему показал классный джазовый коллектив. Он смотрел, смотрел, смотрел. Да нет. Не интересно. Хотя музыку классную играет. А я у него спрашиваю. Почему? Да, Саня, а скажи вот, что им нужно сделать для того, чтобы выступать на хороших площадках? А он говорит, для какой они публики хотят выступать? Ну, для которой имеют деньги, для солидной, с бабочкой, с галстуком, там и все. Так какого фига, говорит, они в одеты, в джинсы потрепанные и работают на клубы? Вот и все. Вот и весь вопрос, да? Ну, это вопрос абсолютно телевизионный, форматный, целевая аудитория. Целевая аудитория, да. Для кого мы делаем программу, допустим, кому мы ее адресуем, кому мы ее ориентируем. Да, да. От этого зависят гости, от этого зависят вопросы, от этого зависят тематика программы, конечно. Да, и музыкант он тоже, он же не может, он, он, музыкант, он для кого-то. Конечно. Он создает атмосферу, вот. И я сразу не мог понять, я что-то думал, ну, там будут подходить или там говорить, хорошо играешь. Нет. Нет. Они говорят, хорошо звучишь. Да? Вот так задуматься. Ну, да, в общем-то, такой странный комплимент. Странный, да? Поначалу... Ну, смысленно. Да. Да. Уж очень. Да. А в ихнем понятии это все в комплексе. То есть ты в этом месте, ты хорошо представляешь свою музыку. У меня знакомый в Швеции, он, когда приехал, он играл классику, классную на флейте. И у него собиралась целая в метро обалденная аудитория. Он магнитофон, он не мог выбрать. Там масса выбора была магнитофонов и все. Он больше двух недель ходил по магазинам, выбирал магнитофон, для того, чтобы звук соответствовал тому, что он хочет выдать. И тогда... Хороший подход. Отличный подход, да. И когда он нашел то, что ему... Вот, стану, стану готов. Я когда услышал, действительно, действительно класс. Вот, поэтому аудитория, на которой ты работаешь, это очень важный момент. Мы же говорим о формате. Тут еще нужно учитывать телевизионный формат. Почему? Потому что, когда исполняешь, например, на концерте, на произведении, там... Ну, это совсем другое. Немножко другое, да. А здесь нужно немножечко публике, чтобы, ну, как бы сказать... Она понравилась, немножко такой специфический формат. Удивите меня. Ну, удивить не знаю как, а вот... Порадуйте. Подобрать, да. Подобрать, порадовать сейчас. Посмотрим. Спасибо. Играет музыка 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 Я надеюсь, что вы не последний раз в моей студии И придете к нам еще на эфиры Я думаю, наша команда будет просто счастлива Конечно, спасибо за приглашение на эфир Спасибо за фейсбуке перепост, который набрал столько положительных голосов Это было счастье, это было счастье, это была такая искренняя эмоция, когда мы увиделись, когда мы встретились, как чистая радость Да, самое главное, чтобы мы друг другу доставляли больше радости в жизни, я думаю так И обращаясь к публике, наверное, просто давайте жить друг для друга, и тогда все наладится Мир прекрасен, когда в нем есть ваша музыка Спасибо Спасибо вам Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!